Память ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС чтят сегодня в странах СНГ. Авария, которая произошла на 4-м энергоблоке станции 38 лет назад, в совокупности унесла более 600 тысяч человеческих жизней и больше миллиона людей сделала инвалидами. Траурные мероприятия прошли и в Югре. Нижневартовский митинг состоялся у памятника жертвам техногенных катастроф и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В городе его установили в 2011 году рядом с пожарной станцией. Цветы к подножию монумента возложили спасатели, полицейские, представители Росгвардии и сами участники ликвидации последствий аварии. Сегодня в Югре проживают 760 человек, которые были задействованы в работах по устранению результатов катастрофы. В столице Самотлора 115. Среди них Александр Ветров. В 1986 году он трудился в Запорожском автоуправлении. Задача водителя была вывозить с территории зараженный радиацией грунт и доставлять чистую землю для начала строительства защитного саркофага. Страшно-то не было. Просто уже когда, собственно, хорошо работали, нормально, и все, обстановку уже прояснили. Естественно, работали, как все, практически уже их. Это еще мне позволяет по земле ходить. Знаете, сколько на человек, 6-7 было, но я уже не знаю судьбу этих. Все эти части уже ушли. Осталось совсем мало. Не могу численно сказать практически. Возраст и все. Возраст и все.